дорожки не очень да здесь дорога не очень хорошая уже сколько лет нам обещают отремонтировать дорогу власти областные так дело не доходит где говорим будем помогать тем кто хорошо работает работаем неплохо я напомню что хозяйство наше образовано 1919 году было серкостно артель а 1023 году уже был совхоз жилева и сегодня это как жилева название сохранилось за эти годы сотни тысяч тонн молока отправлены на гусадарство десятки тысяч тонн мяса сотни тысяч тонн картошки отправлены на гусадарство и на сегодняшний день по голове скота насчитывает хозяйство 1800 голов 700 коров дойных нет является племенным заводом в холмогорской породе скота завод федерального значения я его знаю очень порядочного человека но не только порядочный как профессионал и человек которому всегда можно было обратиться по любому вопросу не делал так словно всегда поможет если не можешь делать так словом но чаще делал человек очень доступны открытые который идет во власть с болью сердца с пониманием той ноши которую он примет на себя и с величайшей ответственностью я обычно называю человеку который у которого есть три с это совесть справедливость и святость при великим удовольствием когда николай иванович предложил как бы участвовать в предвыбленной кампании несмотря на свои недостатки в общем-то я человек всегда была активна я с великим удовольствием согласился потому что для меня это честь честно говоря мы односельчане с николай ивановичем поэтому взросли мы вместе ходили в одну школу вместе знаем его с детства ему прислушивались у него семья очень хорошая родители очень хорошая поэтому наверное задатки все вот это дружелюбности любви к людям вот наверно оттуда они идут из материнских отцовских кормей семья крестьянская деревенская но очень хорошие люди были никогда в районе чтобы выращивали кукурузу на семена такого не было выращивали носилась да и все он умудрился вырастить кукурузу на семена 85 86 год все упиралась в показатели плюсуешь минусуешь или что он сразу течение первого года у него пошли плюсы по молоку по зерну по картофель вошу основные показатели сельском хозяйстве это сельхозпроизводство все ему говорили николай вон что ты много плюсуешь что он что я много плюсую я показывают то что есть на самом деле а что ты будешь делать в следующем году те же минус будет придет следующий год в следующем году и будем смотреть доставалась яшкину за все его так скажем высказывания и действия приезжает первой секторой кома партии спрашивать николай где твои поля по новой технологии по немецкой на все вовса он говорит да у меня около дома есть восемь соток я вот с лукошечком пройду горит спашу там пройду покидаю вот получится на следующий год и будет полгода ему доставалось в сентябре кто порвал технику когда еще сеяли этот овес вот урожая естественно никакого даже были хозяйства по 160 по 180 гектар чтобы показать себя с хорошей стороны в кавычках все вот и когда было общерайонное совещание сказал вот все занимались ерундой один самый молодой вот про 8 соток я его полгода бил до самой осени настоялся равно на своем и доказал что не надо заниматься вы почему никто не смог мне доказать а есть товарищ первый и на выполнение в районе единственное из всех сельхозпредприятий организации там и всех остальных предприятий единственно которая достойно работает и есть что посмотреть у яшкина николай ивановича достойнейший человек который достойно если дай бог займет место будет достойно и везде он среди народа среди руководителей среди всяких мероприятий которые проходят на территории нашего района я хорошо помню год когда московская область нагрянула кубец коррета покупки земли это первый человек который нас встал на дыбы и не пошел на попытку и наш единство хозяйства которое не стало продавать землю часть хозяйства в том числе числе и хозяйства где работа мы ходили с просьбой с просьбой в администрацию кубецкого района с вопросом не продажи земли москвичам назову но нам сказали это часть не реком партии что какие-то делайте яшкин же не пошел по-другому он взял наш просто людям объяснил обстановку который может складываться с вопросом продажи земли и чтобы дальше ну дальше вы видимо если будете ездить по району посмотрите все поля заросшие все деревни брошены наше имущество которое связано на балансе хозяйств все это дело разрушено яшка же николом наш он ежегодно ведет стройку его хозяйство участвует во всех мероприятиях которые связаны с проведением вот именно для населения праздников встречи встречи делать зимой с русским населением рыбаками участвует также в общественной жизни парень достойный нечего сомневаться его родители мои родители жили неподалеку друг от друга и вся жизнь этой семьи прошла на мои глаза я его помню таким трудолюбивым дисциплинированным ответственным который мог отстаивать свою точку зрения аргументировать и вот эти качества они проявились его деятельности вступил в партию коммунистов он не изменил своих взглядов не метался с одной партии в другой и состоит в этой партии вот это убежденный человек мне импонирует как он относится к учителям то что пообещает он всегда выполняет потому что слово его очень твердо он не прогнулся перед так сказать инвесторами когда сельхозпроизводство по всему району начинает продавать инвесторы скупают николай иванович свое производство не продал и что ему стоило каких трудов но он сохранил достойная действительно достойная кандидатура он может составить так сказать конкуренцию любому кандидату он знает сельское хозяйство как свои пять пальцев вот он только такие люди как николай иванович можно могут поднять сельское хозяйство он фанат своего дела не забывали забывали откуда он родом из села бучина небольшое село бучина с улицы лесная а раньше эта улица называлась проолог вот там жили яшкины и вот там такая семейственность этих яшкиных такое родство и мне кажется в этом заслуга николай иванович он помнит свои корни с любыми вопросами можно спокойно к нему подойти расскажет и если он что-то не сможет он не пообещает то есть этот человек слова николай иванович я мы знакомы с ним очень давно поэтому я знаю только с хорошей положительной стороны могу сказать что он прекрасный общественный деятель прекрасный организатор руководитель грамотный умный директор в своем сельскохозяйственном предприятии это очень ценно и важно наше время делать людям добро можно сказать что это очень порядочный человек который очень отзывчив на его как хорошего руководителя в данный момент нашем районе одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий у него совхоз держится каким-то образом на плаву еще до сих пор остальные предприятия просто их нет уже ликвидировано у него до сих пор еще животноводство растеневодство полеводство все как говорится всюду успевает он достоин движением кандидатов если таких людей было больше как николай иванович мы выжили гораздо лучше мы бы не зарастали травой у нас бы было что-то где-то что то а сейчас кроме бизнеса ничего нет хорошего вы не представляете я вот общаюсь с народом близко к людям как они были счастливы когда услышали наконец-то яшкин николай иванович баллотируется в губернатор это даст самая достойная кандидатура честь ему и хвала я уверена что наши надежды он оправдает с честью